...анализм. Меня попросили прочесть что-то из писем ребят, которые сидят по болотному делу. Вот я их получила, это было очень много, и я еле-еле отбирала, что важно, тем более, что особо писать они не могут, потому что есть цензура. У меня эта история с этими письмами наехала на мое личное обстоятельство. Я читаю сейчас обитель Захара Прилепина. Это огромное исследование лагерей, которые назывались «Слон». Это огромное... На Соловках. На Соловках, да. 20-е годы. Конечно, он замечательный писатель. Мы читали и подлинные. Мы читали Шаламова, мы читали Питкевич, «Жизнь сапожок небарный». Мы читали, и я играю Гитцбург Евгению Семеновну. То есть есть подлинные написанные книги сидельцами, те, кто 15-17 лет. Но вот это вот расследование, ну это художественная литература, то, что я сейчас читаю... Боже мой, слава Богу, что это позади. И слава Богу, что... Извините. Что то, что я... То, что мы знаем о судьбе наших ребят, ни за что, ни просто, загремевших в наши тюрьмы, это две больших разницы. Вот так я вам скажу. Тем не менее, я выбрала какие-то вещи, просто выбрала то, что... Ну, то, что у меня на душе, и то, что... С чем я согласна. Вот смотрите, Миша Косенко, о котором мы сейчас все говорим. Здравствуйте, Артём! Вы, как патриот нашей страны, конечно же, понимаете, что патриотизм не в том, чтобы поддерживать эту власть. Это правительство, как многие думают. Для них государство и власть литы. Когда народ выбирает себе царя, это не демократия. Демократия — это парламент, свободный, зависящий от народа, а не от вертушки. Нынешняя власть давно надоела, но избавиться от неё трудно. Но каждый может вносить свою лепту в избавление от неё. Успехов вам, Артём! Здравствуйте, Олег! Это всё Миша Косенко. Очень много в тюрьмах сидит людей, ложно обвинённых. Многие сидят за несуществующие преступления. Потерять свободу в нашей стране очень легко любому. И это от того, что страна в целом не свободна. Когда нет свободы, грань между тюрьмой и волей стирается. Многие, поддерживающие Путина, не понимают, что сами могут оказаться в тюрьме. Но всё же веришь, что страна будет от этого избавлена. Успехов вам, в ваших делах! Михаил Косенко. Вот от Лёши Поликовича. У человека есть всё необходимое для того, чтобы превозмочь своё животное начало. Или его негативное ассоциативное влияние. Чтобы думать, помнить и расти. В различных условиях это бывает сложнее, легче. Но выбор есть всегда. И внимательно относиться к тем, кто оказывается в ситуации, когда человеческий выбор сделать сложнее, замечать их и помогать им – это тоже выбор. Человек становится человеком в окружении других людей. Часто люди не осознают вот эту личностность, вовлечённость в судьбы других, не понимают ответственности и вины, скрытые в молчании и бездействии. Отсюда зло. Спасибо вам за письмо. Умница, как. Спасибо.